Территория в четыре раза превышающая площадь Франции. Потенциал сельхозпроизводства, способный прокормить четверть населения Земли. Климатическое разнообразие, запасы пресной воды и гидроэнергетический потенциал. Демократическая республика Конго очень богата. Но эти активы меркнут в контексте отсутствующей продовольственной безопасности. От этого страдают 27 миллионов человек. Каждый год страна тратит миллиарды долларов на импорт продовольствия. Как решить эту проблему? Об этом речь шла на форуме «Агрибизнес» в Киншасе. Развитие агросектора жизненно важно для региона. Это, уверены специалисты, более эффективно для снижения уровня бедности, чем рост в других отраслях. На форуме в Киншасе сельское хозяйство рассматривалось как многосторонняя экономическая система, подключенная к таким отраслям и направлениям, как финансы, промышленность, энергетика и инфраструктура. У нас больше нет времени на разговоры о потенциале. Нам нужно срочно действовать. Решение проблемы сельского хозяйства опирается на три столпа. Первый – это инфраструктура. Второй – управление и деловая среда. Третий – развитие предпринимательской культуры местного населения, привлечение иностранцев. Мы должны это сделать, потому что слишком давно и сильно зависим от горнодобывающего сектора, а он не вечен. А вот в плане сельского хозяйства перспективы безграничны. И сейчас как никогда надо воспользоваться хорошей ситуацией в горнодобывающем секторе и построить что-то другое, диверсифицировать экономику, опираясь на наш самый надежный, самый устойчивый актив – сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. Правительство приступило к реализации реформ, направленных на стимулирование частных инвестиций в цепочках создания добавленной стоимости в сельском хозяйстве. Десятилетняя стратегия направлена на повышение производительности труда фермеров, развитие человеческого капитала, энергетической и транспортной инфраструктуры, а также совершенствование системы управления. Мы работаем как с государственным, так и с частным сектором. Недавно завершили ряд глубоких исследований по ключевым агроотраслям. Еще мы сотрудничаем с инвестиционной стороной, предоставляем кредиты, участвуем в акционерном капитале сельхозкомпаний страны. Все это плюс грамотная политика правительства и будет двигать дело. Страна может увеличить собственное производство продуктов питания, чтобы прокормить 100 миллионов жителей и расширить экспорт. В секторе занято около 70% населения, на него приходится 20% ВВП. Несмотря на такой потенциал, в Демократической Республике Конго низкая урожайность. Из 80 миллионов гектаров пахотных земель 50 не обрабатываются. Мы поощряем предпринимателей в инкубаторах так, чтобы они понимали, надо знать закон, они должны понимать и как составлять бизнес-план, их проекты должны быть пригодны для финансирования, а затем им надо научиться тому, что мы называем финансовым управлением проектом. Сегодня, имея 80 миллионов гектаров пахотных земель, мы должны обеспечить реальное сокращение масштабов недоедания. Так что опции «не получилось» у нас просто нет. Благодаря такой активной политике в стране увидели свет 6 крупных предприятий по выращиванию продуктов питания, для местного потребления. Они разбросаны по разным регионам. Один из примеров – компания «Биоагробизнес», расположенная в Центральном Конго. Компания производит рис, освоив принципы агропроизводства. Фирма также предлагает обучение. Наши инженеры аграрии приезжают на места, чтобы помочь фермерам повысить урожайность. Мы даём семена, предоставляем технику, а ещё покупаем их продукцию, чтобы им хорошо жилось. Инкубаторы помогают развивать местное частное предпринимательство. Вокруг производственных площадок группируются молодые предприниматели. В сегодняшнем мире, отмеченном экологическим кризисом и кризисом безопасности, Демократическая Республика Конго позиционирует сельское хозяйство как стержень своего развития. Надо верить в свой потенциал. Мы должны по-настоящему поверить в него. Эти компании уже работают, а значит, у них есть амбиции, смелость и, вероятно, опыт, чтобы заниматься тем, что они делают. Их просто нужно поддержать. Самое главное, чтобы нам дали возможность для процветания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова